Проблема терроризма во всех его проявлениях превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. Теракты влекут за собой массовые жертвы среди невинного гражданского населения, разрушая исторические и культурные ценности. В День солидарности в борьбе с терроризмом студенты Рословского многопрофильного колледжа собрались в актовом зале, чтобы в открытом диалоге обсудить наболевшие вопросы. Мероприятие было направлено на формирование у молодежи гражданско-правовых и духовно-нравственных ценностей. Вниманию аудитории был предложен видеоролик с откровениями заключенных, отбывающих наказание в местной исправительной колонии номер 6. Действующие лица фильма были осуждены за преступления, связанные с пропагандой экстремизма и подготовкой к теракту. Председатель Рословского городского суда Игорь Месищев подробно разъяснил понятие экстремизм и терроризм. Он охарактеризовал деятельность наиболее известных в России экстремистских группировок. Епископ Рословский и Десногорский милетий рассказал о радикальном исламе, когда, прикрываясь религией, люди творят страшные вещи. Я всегда собирался на пасхальную радиационскую службу в ночь, вот вы знаете, как в последний раз. Потому что ты понимал, что реальность такая, что опасность близко. Это не там где-то, а это у нас с вами в доме. Представитель духовенства напомнил молодому поколению, что между религией и терроризмом нет ничего общего. Он призвал не поддаваться на уловки преступников, использующих религию в качестве инструмента. Никакого религиозного терроризма не существует. Есть банальные бандиты и террористы, которые прикрываются религией. Почему? А потому что очень легко оболванить тех, кто ничего не понимает. Я не знаю ни одной традиционной религии у нас на территории Российской Федерации, которая бы призывала к тому, что нужно убивать ближнего. Капитан полиции Александр Якушев рассказал о деятельности молодежных экстремистских течений и о путях вовлечения в них подростков. Сотрудник правопорядка предостерег молодых людей от необдуманных поступков и противоправных действий. Все начинается в форме баловства, игры, хулиганства какого-то детского. А в общей сложности вытекает это в реальные действия, поступки, уголовные дела, административные правонарушения. Все вместе участники мероприятия вспомнили и о самых страшных и крупных терактах последних лет. Память погибших почтили минутой молчания. Виталий Волков, Владислав Полоскин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.